всем привет интересная паяльная станция сегодня на обзоре столь холодное время года немного согреться новинками производитель похоже не стал закладывать яркую упаковку стоимость товара комплект поставки входит руководство пользователя на английском языке если вот так можно назвать еще одна инструкция пользователя здесь как можем видеть параметры скорее всего это размеры насадок для фена разными сечениями из основных технических параметров это достаточно компактные размеры ну и небольшая толщина по части работы фена смотрим производительность 120 литров в минуту достаточно большой объем воздуха прогоняется такое время ну и температурные режимы зависимости от того какой градус применяется цельсия или градусов фаренгета достаточно большого диаметра бобина с лентой в комплекте еще тюбик с припоем кронштейн под паяльник в комплекте видим для большинства задач соответствующие жалы ну и смотрим толщину сечения для большей теплоемкости в целом достаточно качественные насадки ну и медный многожилистый провод для удаления припоя чистки в целом для старта видим комплектуется почти всем большинство необходимым инструментом и расходным материалом ну и даже вот такая отвертка из металлического сплава в виде ручки и причем многофункциональная смотрим есть карман для хранения насадок ну и качество изготовления реально удивляет число насадок в комплекте 8 штук в комплекте еще два хороших пинцета такие же помню и комплектовали станции от бренда яхуа форма паяльника напоминает продукцию бренда яхуа хотя все сделано в скромной цветовой палитре достаточно эластичный провод паяльник подключается с помощью промышленного разъема наподобие стандарта gx хорошее решение в будущем на случай ремонта или модернизации ну и если сравнивать с дорогой паяльной станции ну и самое главное эти паяльники помимо того что имеют прекрасный ресурс но и еще имеют отличную ремонтопригодность потому что здесь внутри нет ничего технически сложного и этот керамический нагреватель на случай выхода из строя замена работа на пару минут времени ну и самое главное цена этих нагревателей не сильно дороже одного батона бородинского хлеба плюс порядка 10 миллилитров объема пользуюсь таким же давно если не ставить на пекло не растекает и консистенция геля ну и пока что не заметил гигроскопичность очень удобно для нанесения так сказать с хорошим контролем дозировки шутка для чистки после пайки и промывки ну и насадки впервые вижу такое количество в комплекте видим 6 штук скорее всего это не нержавейка поскольку есть хорошее зашитное покрытие для защиты от ржавчины ну и кому интересно смотрим на размеры диаметра сечения каждый для своей задачи ну и более тонкие для более деликатной работы примерно 5 миллиметров выход сетевого провода здесь он неразъемный и самое главное вилка подходит для наших розеток вилка европейского стандарта и с хорошим запасом потоку до 10 ампер фен комплектуется уже немного с видоизмененным дизайном от привычных нам фенов поскольку раньше выхода из строя у фенов была как раз таки причина малой производительности вентиляторов но это было достаточно давно идет постоянная доработка ну и сравнение со старой есть разница и в эргономике ручка стала более удобной блок управления ярко-оранжевого цвета видим насколько все компактно ну и достаточно добротное качество изготовления кнопки здесь маленькие пластиковые есть также характерный отклик нажатия тумблер для включения отключения ребра снизу для подхвата холодного воздуха поскольку паяльник спокойный нет шума принудительного охлаждения соответственно идет естественный теплообмен то есть охлаждение ну и вот этот участок под кнопку включатель видимо производитель в данной форме закладывать потенциал на развитие новых моделей ну и для тех кто интересно примерный размер это порядка 15 сантиметров ну и так сказать ничего лишнего все собрано и компактно ну и фен тоже напрашивается на такой же разъем жалко что не предусмотрели хотя в принципе можно легко самому переделать снизу на корпус надевается и кронштейн для паяльника держатель в общем все продумано до мелочей первое включение прибора снизу на дисплее это температура паяльника с помощью кнопок можем задавать необходимую температуру 200 градусов цельсия это нижний порог регулировки температуры верхняя граница максимум 480 тоже в градусах цельсия процесс работы паяльника будем тестировать на вот такой мощной теплоемкой сборки несмотря на большую теплоемкость припой смотрим тает очень быстро ну и в зависимости от выбранного жала можно проводить деликатную пайку в том числе и для сборки пайки микросхем ну и в работе пайку мелких smd компонентов ну и для тех кто хочет заглянуть в начинку прибора здесь видим всего лишь вот такая небольшая плата это небольшой блок управления на основе импульсного блока питания видим высоковольтное реле это скорее для работы включения отключения фена для бесконтактного датчика плата собрана аккуратно никаких следов канифолий ну и компоненты маркированные соответствующим образом ну и на источнике питания видим биполярный транзистор с небольшим радиатором верхняя строка отвечает за работу фена ну и для включения фена достаточно извлечь из посадочного места то есть получается фен постоянно работает в режиме ожидания что же касается насадок для фенов раньше была такая проблема при нагревании металл расширяется эти насадки не так надежно крепились соответственно здесь можем уже плотно затягивать и естественно ничего случайным образом не будет выпадать ну и при правильном подборе насадок можно спокойно работать и с мелкими компонентами не перегревая остальные участки и с таким прибором работа ремонт превращается в одно удовольствие для работы с более крупными микросхемами хорошо бы пользоваться и подогревом на основе инфракрасных нагревателей ну и при соответствующем опыте данный прибор показывает прекрасные результаты для ремонта радиоэлектроники но и при выключении фена прибор не сразу отключается вентилятор продолжает работу пока прибор не остынет до температуры 100 градусов цельсия ну и здесь тоже можем регулировать рабочую температуру где можем установить минимальную температуру в отметке 100 градусов цельсия и потолок измерения все те же 480 градусов цельсия есть потенциометр для регулирования подачи объема воздуха или правильнее говоря возможность регулирования потока воздуха еще про небольшую скрытую функцию на выключенном приборе удерживаем две боковые кнопки нажатой включаем прибор и переходим в режим калибровки прибора это на случай если кому важны эталонные значения соответствие температуры нажали паяльника на нашем канале было много обзоров про паяльники и при создании новых видео естественно учитываем и ваши интересы поэтому будет полезно если напишите модель станции или паяльника который желаете увидеть в наших обзорах спасибо до новых встреч